привет всем кто заглянул на мой канал я вам очень рада сегодня хочу сделать обзор своего заказа который я получила в подворье это уже второй заказ в этом сезоне в первом заказе я получала розы сербского питомника топаловичей основная часть роз будет в апреле вот в этот раз марте я получила заказ который состоит из многолетников но на самом деле многолетники я как правило не заказываю но вот в этот раз заказ был сформирован из-за единственного может быть растение который я очень-очень хотел приобрести это остильба дело в том что остильба я можно сказать так не очень люблю ну просто я как бы не очень вижу их в своем саду потому что еще как правило это достаточно низкорослые растения у меня было несколько сортов вполне симпатичных но они на самом деле как-то даже у меня почему-то и пропали сейчас у меня есть один сорт очень маленькой высоты сантиметров может быть максимум 30 красная красивая остильба но она опять же настолько теряется что мы бывает ее даже скашиваем так невзначай ну либо просто не замечаем а вот в прошлом году я листала каталоги подворья и после того как уже там розы заказала все и совершенно случайно наткнулась на вот это очарование конечно если честно привлекло внимание в начале то что она нет красивая красивый окрас вот здесь он немножко как я говорю некорректный но на самом деле я сейчас найду старый в старом телефоне каталог открою и покажу вам более наглядно но сорт называется остильба мы эти чоколад черри ну то есть понятно что это шоколадный черри вишни шоколадная но я не знаю как там перевести точно но не суть но все это говорит об оттенке то есть он такого бордово-вишневого наверное оттенка там и листья немножечко так я так понимаю зелено-бордовые в общем очень красивая и конечно конечно что меня привлекло это высота метр метр двадцать но это уже что-то то есть конечно уже это нельзя будет не заметить место посадки тень думаю что именно потому что окрас такой темный чтобы не выгорала ну и соответственно наверное растала высота а в общем красавица неимоверная так в том году вот я просто углубилась в описании я не успел ее заказать поскольку все заказанные были уже приняты я очень активно искала другие интернет-магазины в которых можно было бы ее заказать ну и скажем так вывезти чтобы мне это было удобно но вы знаете нигде не нашла везде заказы очень быстро закончились в свободной продаже тоже я ее не застала в подворье в том же когда я ездила получается остальное и в общем в результате вот до этого сезона я прям вот ждала с нетерпением когда же откроются заказы и вот первое что я заказала это вот эту остильбу сейчас я вам покажу ее описание в каталоге чтобы были было более наглядно ну вот она изображена в каталоге более такое мне кажется понятное изображение и цветовая передача его и сейчас я тут одной рукой неудобно конечно вот метр-метр-двадцать тень цветение август зимостойкость минус 34 градуса мой господи рука трясется прям я прошу прощения ну и описание великолепный сорт для тенистого сада такой же высокий как мы идти пейп не знаю неправильно читаю конечно и сорта не знаю такого цветки бархатно-красные цветение в августе листва высотой 70 сантиметров то есть сама листва и плюс еще цветоносы будут темно-зеленая с красновато-коричневым оттенком вот я говорю что даже листва очень красивая цветоносы темно-бордовые высотой метр двадцать отлично подкрыть контейнеров и заднего плана тенистая полу тенистая ну думаю наверное все таки тенистая предпочтительнее влажная тренированная почва зона минус 34 градуса вот ну в общем в общем вполне такое вы знаете и описание и вот еще раз ее внешний вид если кто-то еще не знаком не видел не замечал и любит остильбы ну вот хочу вам скажем так от рекламировать вот как она будет развиваться у меня расти цвести тоже будут соответственно показывать вот дальше дальше мой заказ ну конечно заказать одну остильбу было бы уже как-то наверное и неинтересно надо было добрать ну что там цена 100 с чем-то рублей дальше я нашла себе хостом гибридная хоста абекуа дринкин гурт но опять же повторяю что люблю хосты большие поскольку в общем то у меня просторы такие что надо там будет закрывать вот значит что полутень минус 34 градуса высота 40 60 сантиметров и ширина и и до метра по моему доходит вот сейчас еще раз покажу тоже вам в каталоге более понятная будет картинка ну вот это хоста в каталоге подворья абекуа дринкин гурт что привлекло мое внимание еще то что у нее листья очень необычно заворачивается как бы не сверху вниз как обычно да а вот снизу вверх такие лоханки так что здесь про нее написано большая хоста шириной метр но тоже как раз можно было даже больше листья размером 27 на 25 сантиметров но тоже лопасти и маленькие толстые необычные глубоко чашевидной формы интенсивно сине-зеленые морщинистые цветки белые но цветки в общем то мне как бы вообще ни о чем вот ну вот мне показалось интересным это же на самом деле она была не из дорогих хост цена ее в общем то там по моему рублей 165 но с моей скидкой а так по моему рублей 190 ну вот посмотрим что вырастет из этой хосты будем наблюдать так что если кому-то интересно девочки вот смотрите что у меня будет расти и как будет расти буду показывать вот дальше следующим пунктом его заказа был а вот этот флокс флокс метельчатый blue paradise paradise не важно значит зимостойкость минус 29 место посадки солнце период светения так июль август высота метр метр двадцать вообще написано что это самый один из самых синих флоксов вот подозреваю что он будет даже хамелеонить поскольку на моем участке растет флокс очень похожий по описанию не знаю его сорта покупал на сельском рынке у одной местной женщины настолько понравился корешок но он у нее был уже последний я схватила и было два стволика синего флокса мы его посадили красоты неимоверные а он менял окрас в зависимости от солнечного освещения то есть с утра до позднего вечера он был абсолютно разный но буквально каждые несколько часов менял свой окрас но вот синий такой преобладающий был оттенок вот но дело в том что почему-то этот флокс очень плохо растет у меня на участке то есть вот три или даже может быть четвертый сезон уже этот будет он у меня торчит выдает всего два стволика и никак не хочет разрастаться я уже начала скажем так применять удобрения но который я уже как говорила я не применяю к растениям помимо роз вы знаете эффекта никакого результата никакого пересадила его на другое место но не знаю что от него ждать поэтому когда увидела в каталоге вот этот флокс то решила что почему-то по описанию он очень похож на тот мой который но никак не разрастается вот тоже его прикупила и буду за ним наблюдать сейчас тоже по вам его попробую показать в каталоге подворья и более наглядно он будет выглядеть ну вот нашла в каталоге сейчас почитаю описание один из самых ярких синих флоксов цветки диаметром 3 7-4 2 сантиметра днем сиреневая с небольшим высветлением в центре и темно-лиловым колечком утром вечером и в пасмурную погоду синеватые ну вот мне кажется что это то что у меня примерно растет а вернее не растет тоже на самом деле он очень недорогой что-то там ну 100 чем-то рублей то есть не из дорогих флоксов вот ну будем смотреть будем наблюдать вот ну и конечно еще у меня были заказе гортензии гортензии ванилла фрайс который есть наверное у каждого уважающего себя садовода но у меня вот этой гортензии вы знаете как то не сложилось наверное когда это гортензии только прозвучала вот у нас у нас в россии я уже ее покупала много-много лет назад отдала за нее очень большие деньги но представьте попался пересорт я конечно была расстроена разочарована через не помню сколько может быть пару-тройку лет я повторила свою покупку и вы знаете опять неудачи опять пересорт причем пересорт не в лучшую сторону я бы сказала ну конечно растут у меня эти гортензии но я даже не знаю их сортов и как бы восторгаться ими сильно но не могу но на ванилу фраз я уже так знаете вот как бы перестала обращать внимание думаю ладно вроде бы она уже как то есть есть но и бог с ней стала покупать какие-то другие вот а в этот раз увидела опять же в каталоге думаю ну может попробовать но взяла я конечно очень небольшой размерчик стоит он 500 там с чем-то рублей но с моей скидкой несколько поменьше то есть вот высота стволиков 15-20 сантиметров причем это вот такой у меня попался хорошее разветвление такой достаточно кустик но вполне себе ничего я его нет этот я не пересаживала это так и был в этом контейнере просто остальные были в меньших контейнерах такие совершенно таких крошечные как для рассады ну вот такой ничего живой кустик в общем буду опять пробовать что это ванила фразе или нет не знаю можно было конечно заказать подороже у них будет раза в два в три дороже эти кустики побольше по объем не но чуть честно говоря уже знаете не хочется экспериментировать деньгами второй сорт который также заказал за 500 там чем-то рублей фрайс мельба ну вот это ближе новинка чем конечно ванила фрайс вот тут уже кустик поскромнее за те же деньги ну соответственно и сорт более такой новый и более как уже кажется всем интересный ну вот этот я уже пересадил пересадил другой горшочек вчера поскольку крю но весь контейнер в котором находился этот скажем маленький кустик он был и полностью обмотан корнями то есть хорошая корневая система ну вот дай бог чтобы все это росло цвело конечно в этом году я ничего не увижу но очень надеюсь но самое главное чтобы не пересорт потому что конечно вот это грустно ждешь ждешь лан там деньги платишь это же конечно немаловажно но вот чего дождешься вот но это заказ но поскольку у подворья уже на открытой площадке они раньше наверное на полмесяца это точно выставили в продажу посадочные материалы уже там и розы лежат кое-какие масса от лежит топалович и те же лежат и многолетники в общем не могла не пробежаться но и честно говоря понимала что пустая не уйду а купила еще гортензию но тоже относительная новинка 2018 года по моему самарская лития гортензия тут конечно цена уже побольше 835 рублей без скидки вот этот маленький кустик но вообще по описанию но просто как ее показать но просто шикарная и одна дама со мной тоже стояла она говорит я уже в прошлом году посмотрел на это цветение но просто шикарно шикарно бесподобно вот если кого-то заинтересовал это самая быстро краснеющая гортензия причем она средних размеров там не очень она высокая по моему метр 10 метр тридцать это максимум высоту и ширина ну примерно как-то также по моему то есть она не очень такая прям на эти глобально здоровая но вот по картинкам и так уже по отзывам но шикарная шикарная красавица вот и еще купила себе вот этот сорт вот я просто покажу как он выглядит тут уже вот в упаковке упаковки не знаю не открывал мне кажется надо будет пересадить другой горшочек у меня сейчас такого объема нет вот наверно корневая это вообще не слабая вот сорт называется cotton крем в общем я не знаю как правильно хлопковый крем или кремовый хлопок вот на самом деле информации об этой гортензии очень мало в интернете очень мало даже в описании в каталоге написано что куст небольшого размера там по моему метра он не достигает что в высоту что в ширину судя по всему не сильно окрашивается в красный цвет и в розовый вот эти вот шапочки и шапочки среднего размера но они как-то плотно набиты и таким красивым конусом небольшим они не длинным но более таким округлым выглядит но в общем не знаю единственное что вот нашла здесь уже и поняла что вот в июле она такого ну скажем так зеленоватого оттенка в августе она белеет а наверное сентябрь октябрь у нее ну вот если конечно здесь видно немножечко немножечко меняется ну как мазки какие-то розовые но скорее всего цвет у нее не меняется практически не меняется то есть в красноту он не уходит а вот вот вид и ее уже конечно померзших и засохших соцветий вот ну вот вид ее но практически как в каталоге вот она изображена такие плотные полукруглополу конические шапочки они не станут а что интересные такие интересные значит что они какая информация здесь есть сейчас я вам покажу а минус 30 выдерживает да вот высота и ширина 80 на 80 июля октябрь цветет солнечное место но обрезка понятно ну и в общем ну вот можно вот даже зайти на официальную страничку наверно производители что ли вот ну в общем будем пробовать в принципе не все же нам с краснотой гортензии покупать мне как-то понравились и и вот эти шапочки вид этот такой вот ну не знаю не знаю посмотрим так что вот девочки обзор моих покупок если кого-то что-то заинтересовало и хочется посмотреть не просто в каталоге но и как это будет расти и развиваться всегда приглашаю вас на свой канал буду максимально показывать все что можно будет показать ну в смысле как это все будет расти и ввести всегда всем рады вот заходите подписывайтесь будем общаться и делиться впечатлениями все на сегодня все пока пока